Льготные кредиты на покупку товаров отечественного производства будут давать белорусам на три года. Поручители для этого не нужны. Также не предусмотрены комиссии или другие дополнительные платежи. Общая сумма таких кредитов, выданных одному человеку, не может превышать 300 базовых величин. Сейчас это 12 тысяч рублей. В стране вводится почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Беларуси». Высокой награды удостоят за значительные заслуги в развитии государственной информационной политики – СМИ, повышении политической культуры и социальной ответственности граждан. Стаж работы в масс-медиа должен быть 15 и более лет. Белорусские лесхозы установили рекорд по продаже новогодних деревьев. В конце 2023-го жители страны купили почти 145 тысяч зеленых красавиц. Это на 8 больше, чем в 2022-м. Кроме ели и сосен, лесохозяйственные учреждения реализовали также более 9,5 тысяч букетов и порядка шести деревьев в катках. Бобруйский городской исполнительный комитет информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. Прием заявлений по 12 января включительно по адресу улица Ленина 1, кабинеты 101-102. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горисполкома. 10 января с 10 до 12 часов пройдет электронная ярмарка вакансий при поддержке Управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома. Соискатели работ смогут ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, условиями труда, а также направить резюме, получить консультацию. Субтитры создавал DimaTorzok